Привет, я Джефф Пейн, я инструктор по профилактическому техобслуживанию компании Caterpillar и сегодня хотел бы поговорить о цилиндрах и протекающих уплотнениях. Но для начала поговорим о технике безопасности. Когда вы находитесь в машине или работаете на ней, ее нужно заблокировать. Эта машина уже заблокирована, и я подумал, что неплохо было бы показать вам примеры блокировок безопасности, которые можно на них применять. Я всегда отсоединяю ключ выключателя массы, забираю его и запираю, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь запустил ее, когда я нахожусь внутри. Я хочу поговорить о цилиндрах. Видите это маленькое уплотнительное кольцо? Это протекающий цилиндр или цилиндр с неисправным уплотнением. Кроме того, здесь есть скопление пыли и грязи. Это еще один из признаков небольшой утечки. Пока течь небольшая и не оставляет на земле луж, некоторые думают, что все в порядке. Пусть еще немного посочится, пока не начнет капать и оставлять лужи. А уж потом я его заменю. Пока же отложим это дело. Но откладывая его и позволяя небольшую утечку масла, вы позволяете пыли и грязи проникать в цилиндр. Это загрязняет всю гидравлическую систему, и небольшой ремонт оборачивается дорогостоящим ремонтом и повреждением многих других деталей и узлов, если вы позволите такой вот небольшой утечке масла продолжаться. Поэтому обратитесь к дилеру Caterpillar за более подробной информацией о ремонте уплотнений и цилиндров.